Добрый день! Монстера. Кстати, это лиана. Такое растение, как монстера, популярно среди большого количества цветоводов. Достаточно часто можно встретить такие экземпляры, которые с трудом уменьшаются в небольшие городские квартиры. Дело все в том, что если монстерия, являющаяся лианой, позволить, то она достаточно быстро может вырасти до 6 метров в высоту, а ее листья станут очень большими. Как ухаживать за таким растением, вы вполне можете прочитать в любом справочнике по цветоводству. Однако здесь имеются свои сложности, ведь зачастую информация из одного источника противоречит той, что взята из другого. А это, в свою очередь, порой ставит в тупик даже опытных любителей, так и начинающих цветоводов. Так как же правильно ухаживать за этой весьма красивой лианой? Это растение, несмотря на свои весьма большие размеры, является абсолютно нетребовательным в уходе. Однако для того, чтобы оно правильно росло и развивалось, следует знать и учитывать при выращивании данной лианы некоторые нюансы. Весенне-летнее время монстеры отлично себя чувствуют в помещении, где температура воздуха находится в пределах от 22 до 25 градусов. В зимнее же время ей нужно обеспечить относительный покой. Для этого температура в комнате, где она находится, должна быть в пределах 10-14 градусов. Дело в том, что если в это время температура будет больше указанной, то лиана продолжит активно расти. Необходимо систематически проводить опрыскивание, а также мыть и полировать листву растения. Но смотрите, не переборщите. Полив в весенне-летнее время должен быть обильным. С наступлением зимы он сокращается. Монстера может расти лишь в полутени, но более всего она любит яркий рассеянный солнечный свет. Если же она будет находиться все время в тени, то листья не будут рассеченными, и растение лишится своей декоративности. Подкармливать данную лиану надо в весенне-летнее время. Для этого отлично подходят комплексные минеральные удобрения, а еще лучше специализированные. Размножение черенками. Пересадка молодое растение ежегодно после 4 лет по мере необходимости. Перед тем, как приобрести лиану, подумайте, сможете ли вы выделить ей достаточное количество места, и не будет ли она вам при этом мешаться. А также важно помнить, что монстера негативно реагирует на частое прикосновение к ее листве. Существует мнение, что если пожевать кусочек ее листа, то можно устранить тем самым головную боль. А я желаю вам удачи, дорогие мои. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok